В тот момент, когда на ТНТ начинается Дом 2, мы начинаем из Ньюс. Здравствуйте, меня зовут Максим Извеков и прямо сейчас я вам расскажу о том, что произошло за сегодня. Михаил Саакашвили назначил вице-губернатора Одесской области. Им стала дочь известного экономиста Егора Гайдара, Мария Гайдар, бывший заместитель губернатора Кировской области. Церемония представления нового заместителя губернатора состоялась вчера. Представляя дочь Егора Гайдара, одесский губернатор отметил, что она получила фундаментальное экономическое и юридическое образование, а также сотрудничество с Борисом Немцовым и Алексеем Навальным. В Одессской обл. администрации госпожа Гайдар будет заниматься социальной сферой. Гайдар отметил, что ее задачи будут отличаться от тех, которые она решила, работая на аналогичной должности в Кировской области. Цитата. Там я курировал здравоохранение, социальную защиту и занятость населения. Здесь задача немного другая. Сейчас очень важно организовать весь процесс, работу с гражданами, идут сокращения и переформирования департаментов областной госадминистрации. Конец цитат. Послан Гайдар главной проблемой региона является коррупция, которая присутствует на всех уровнях общественной жизни и преследует человека от рождения до смерти. Кроме того, она посетовала на снижение туристического потока в Одессу, добавив, что у региона есть потенциал быть прекрасным туристическим кластером. Гайдар также заявил, что не будет по своей инициативе отказываться от российского гражданства. Цитата. Если меня лишат российского гражданства, то это будет для меня трагический момент. Надеюсь, что этого не произойдет. Конец цитаты. Для вступления в должность Гайдар необходимо получить гражданство Украины. Соответствующий указ, как ожидается, будет подписан президентом страны Петром Погрошенко. Представители Следственного комитета Армении получили материалы по делу об убийстве семьи Аветисян в Кюмре 12 января этого года, сообщает пресс-служба ведомства Следственного комитета Российской Федерации, которое вело расследование. Напомню, была упита семья из шести человек. Раненый полугодовал ребенок, умер неделю спустя в больнице. В совершении преступления подозревается российский солдат срочной службы Валерий Пермяков. Он был задержан и признал вину расследованным занялись российские правоохранители, в соотношении с армянскими коллегами. В начале февраля гемпрокурор Армении Геврак Кастанян обратился к гемпрокуратуре РФ с хататайством от передачи производства по делу армянскими правоохранительным органам. Члены Следственной группы Главного управления по расследованию особо важных делу Следственного комитета Армении вместе с российскими коллегами начали уголовное дело, находящееся в ведении Следственного комитета России и совместно выделили материал, касающийся расследования и убийства членов семьи Аветисян. Отмечается в сообщении. В итоге выделенные в отдельное производство материалы составили 9 томов, которые сегодня были переданы Следственному комитету Армении. Уголосно-следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета направил полученный материал на перевод. Гемпрокуратура Армении ранее сообщила, что уголовное дело будет передано в ведении Следственного комитета Армении после регулирования процедурных вопросов. Сочинение отмечало, что дело об убийстве будут осветить армянские правоохранители, правосудие будет осуществлено армянским судом, обвинение будет поддерживать прокуратура Армении, судебное решение будет вынесено от имени Республики Армения. Миноборнауки решили исключить тестовую часть из единого государственного экзамена 2016 по человеку предметам. Это история, общественное знание, география и информатика. По его словам, сейчас идут споры, нужно ли оставлять задание с выбором ответа в экзамене по иностранному языку. У профессиональной среды здесь нет единого мнения. Если такое мнение сложится, что нужно и по иностранному языку исключить такие задания, то мы это уже тоже сделаем. Это сделает Ливанова Реа Новости. Сам Ливанов отметил то, что других серьезных изменений в ЕГЭ 2016 года не планируется. Глава Миноборнауки также сообщил, что с нового учебного года начинается подготовка к введению ЕГЭ по иностранным языкам в число обязательных, которые планируются с 2020 года. Нужно именять программу, нужно готовить учителей, школы будут увеличивать объем к преподаванию языков. Нужно заранее готовиться, сказал Ливан. Стоит упомянуть, что так как я сам школьник, и так как я уже иду на 10 класс, я в этот момент проскочу. В Министерстве также рассматривается возможность разрешить сдавать ЕГЭ по математике, по русскому языку и другим предметам в год окончания их изучения. Уже даже в следующем году, если не будет технических проблем, мы, возможно, предоставим выпускникам 9 классов возможность сдать базовую математику. По тем предметам, по которым обучение заканчивается в 9 или 10 классе, возможно, можно будет сдавать экзамен, не дожидаясь 11 класса, пояснил Ливанов. А дальше у нас совсем эпический случай. Ведущий телеканал «Россия» и генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил личную страницу на Фейсбуке. Ее пользование скосленно подтвердило сайт программы «Вести». О появлении аккаунта Киселева публично не облилось. В это время на его странице был ввлекал комментарий по высказыванию министра образования и НЛКРФ Дмитрия Ливанова по поводу профессора Нижегородского университета Кендрика Уайта, который был футбольник после программы «Вести недели». В самом комментарии Киселев это разборит. Введение своей страницы телеведущий начал с обращения к пользователям Фейсбука. Цитата. «Привет всем местным обитателям. До сих пор считал, так и думаю, и сейчас, что здесь спасаются от одиночества. Но в сети еще и развлекаются, бьются, производят мысли и чушь. Чуши много, но не обязательно питаться я одной, не так ли? Буду с теми, кто хочет узнать больше и тверже, мне и самому этого хочется. Обсудим все, от радиоактивного пепла до тякот ЛГПТ. Понимаю, что много желающих пугать мною друг друга и даже детей. Что ж, успокоимся в чрезмерно тревожных. Сразу предупреждаю, что за ней цензурщину, включая модифицированные словечки Баню, сразу и без предупреждения. Желающие барахтаться в грязи могут делать это в другом месте. И точно без меня. Поехали. Конец цитаты. У Кислилова нет своего официального сайта и других аккаунтов в соцсетях, а на фейсбуке на его страницу можно только подписаться. Однако, стоит отметить, что появление телеведущего в фейсбуке произошло на фоне конфликта вокруг новой агрессивной политики модерации соцсети. Свой этого конфликта в том, что администрация соцсети начала массово блокировать пользователей за упоминание оскорбительных слов, таких как хохлы. После этого некоторые медиаперсоны объявили о переходе с фейсбука на какой-нибудь российский сервис. Это и дало отклик в том, что через три часа страницу телеведущего заблокировали. Похоже, Похоже, фейсбук продолжает практиковать избирательную политкорректность. До сих пор в сеть почему-то не беспокоили десятки фейковых аккаунтов с моими фото. В них изливалось немыслимые, которые лихо приписывали мне. В результате уже и не разобрать было, что говорил я, а что не говорил. Так сложили вполне себе милый образ кровожадного испепелития Америки, Сталиниста, антисемита, гомофоба и садомита одновременно, вместо пропаганды кровавого режима. Понимая, что для кого-то это забавная игра, желающие себя ей щекотать могут продолжать. Но есть все эти другие, которые честно поразмышлять. К ним я и вышел в сеть. Если кто-то желает практиковать свободу слову не для обзывалок, то и я готов. А коль действительно заботится о гражданстве в сети, то теперь всех фейковых меня надо удалять. Так что желаю успеха. Вообще, также стоит упомянуть о том, что у него также была страница в Инстаграме, в которой он успел залить ровно два фото, но и после этого аккаунт был весьма быстро удален. Греческие банки после трех недель каникул откроются 20 июля. При этом сохранится ряд ограничений, в первую очередь по снятию наличных денег, сообщил Минфин. Греческие банки после трех недель каникул откроются 20 июля. При этом сохранится ряд ограничений. Кто писал этот текст, я его убью. Крупные финансовые операции по-прежнему можно будет проводить с разрешением специальной компании, работающей в Министерстве финансов. При службе Минфин напомнили, что с 20 июля начинается применение новых ставок НДС. Для гостиниц временно до 30 сентября 2015 года будет действовать ставка НДС в 6%. С октября налог повысится до 13%. Но в законодательном акте, поступившем в ря новости, говорится, что клиенты банков не смогут снимать не более 60 евро в день. Однако, если средства не снимались несколько дней, можно получить накопленную за эти дни сумму, но не более 420 евро в неделю. Акт запрещает выплату наличных сверх этих пределов и учреждений. Ограничения на сайте денег действуют для клиентов греческих банков и за рубежом. Американское национальное управление по воздухоплаванию и исследованиям космического пространства, иначе НАСА, на своем сайте опубликовало видеопроект пролета автоматической межпланетной станции New Horizons над поверхностью Плутона. Анимация, смонтированная из серии фотографий, сделанная 14 июля 2015 года инструментом Лори, иначе говоря, Long Range Reconnaissance Imager, на расстоянии 77 тысяч километров от Плутона, говорится в сообщении. На видео показан пролет космического аппарата над районом горы Норгей, названной в честь непальской ширпы Тензинга Норгия, одного из двух путешественников, первые покоривших Эверест, и Плато-Спутник, получивший в свое имя в честь первого искусственного спутника Земли. 14 июля космический аппарат НАСА New Horizons прошел на минимальном расстоянии Плутона, 12,5 тысяч километров. Аппарат New Horizons был запущен 19 века в ряду 2006 года, и с тех пор преодолел около 5 миллиард километров. Вот вы представьте, целых 9 лет понадобилось на то, чтобы добраться до Плутона. Это весьма любопытно. Основная цель миссии – исследование Плутона и его спутников Харона, Никты и Гитры. И чтобы выполнить эту цель, New Horizons пришлось пройти около 5 миллиард километров. После этого New Horizons продолжит свою миссию направиться к другим объектам в поясе Кайпера. В этой области, находящейся за орбитой Нептуна, расположены десятки тысяч больших небесных тел, в основном кометы и короли круг планет. Ну а теперь коротко об остальных новостях этого дня. Генштаб заявляет, что к концу года в российской армии будет служить 352 тысячи контрактников. В настоящее время служба по призыву в российской армии проходит приблизительно 300 тысяч человек, по 150 тысяч из числа осеннего и весеннего призыва. Первый замначальника главного организационного мобилизационного управления генштаба РФ Евгений Бурдинский добавил, что Минобороны не намерены полностью отказываться от призыва. Также в Калуге пенсионер совершил самоподжог в отделении Почты России. В настоящее время мужчина, без сознания, находится в реанимационном отделении местной больницы. У него зарегистрированы ожоги 90% тела. Проходители оконок не признают, что пенсионер совершил самоподжог. Средственные комитеты сказали, что одежда у мужчины сгорелась неожиданно. На самом северном участке суши Евразии появился пункт пропуска через границу России. Новый пункт пропуска через государственную границу заработал на архипелаке земля франца Иосифа. Благодаря этим действиям, нежурным круизным лайнерам позволили совершать маршруты от Питцбергена на земле франца Иосифа без открытия границы. Рухани заявил, что соглашение по Ирану улучшит отношения страны с соседями. Как отмечает иранская пресса, практически во всех своих комментариях в СМИ и социальных сетях президент Исламской республики Хасан Рухани выражает надежду на то, что все, без исключения иранцы, почувствуют положительные изменения в своей жизни и прогресс страны во всех областях после снятия санкций. И под конец Саудовской Аравии арестованы более 400 человек за связи с исламским государством. По данным силовиков, подполненная террористическая сеть планировала громкие теракты с участием смертников священно для мусульман месяц Рамадан. При расследовании выяснилось, что среди целей радикалов были мечети в районах компактного проживания шиитов на востоке страны и одна из депрессий иностранного государства в Эр-Риаде. Это все короткие новости на сегодня. Но и не все так плохо в этом мире. Две 17-летние девушки из Минска, Глория и Лиза, решили отметить окончание школы весьма необычным способом. Цитата. Эта идея пришла вообще из ниоткуда. Мы сидели в кафе и разговаривали о том, чтобы поехать в Москву отдохнуть там летом. А потом кто-то из нас пошутил. А вот представь, если пойти туда пешком. Мы посмеялись и решили посмотреть в интернете, реально ли это. Но там даже не было таких ответов. Зато, отклюнулись на текст про парня, который прошел всего Мазонгуса 3 года, и решили, что если он сделал такое, то до Москвы мы дойдем спокойно. Конец цитаты рассказала одна из девок. Буть из Минска в Москву занял более трех недель. Ежедневно девушкам приходилось преодолевать от 10 до 60 километров. Причем они намеренно отказывались от предложения водителя подвезти их и только один раз остались ночевать в доме Смоленске, их приютила пенсионерка. При этом родителям путешественницы сказали, что отправились в Москву на самолете. Обман скрылся только после припытия в место назначения. Вскоре Глория и Лиза планируют вернуться в Минск и продолжить модельную карьеру. Не все так плохо в этом мире? Снова я вам повторяю. Ну и под конец хочется сказать, что следующий выпуск из Ньюс выйдет ровно через 7 дней. Надеюсь, не в 11 вечера, как это было сейчас. И надеюсь, что дальше будет только лучше. А далее в эфире у нас по... Ой, простите. Погода. И потом спорт с Данилом Анишиным. На этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! Маруси Жюль Бьянке. Он получил серьезные травмы, врезавшись в эвакуатор на гран-при в Японии 5 октября прошлого года. Аварий случился за 9 кругов до финиша. На трассу выехала машина безопасности из-за вылета немца Адриана Сутиля из команды Заубе. В этом же месте с трассы вылетел Бьянке и врезался в трактор, который эвакуировал в боевых немцев. Француз без осна не был доставлен в больницу и оперирован, после чего в полкому. Получивший черепно-мозковую травму, француз был доставлен в больницу, при которой Мэре в Йокатте, где ему сделали операцию. В ноябре Бьянке был перемещен в одной из клиник Ниццы, где был выведен из состояния искусственной комы. В полентинник отец пилота Филипп Бьянке заявил, что шансов на прогресс в выздоровлении его сына становится все меньше. Жюль Бьянке родился 3 августа 1989 года в Венеции в семье гонщиков. Его дедушка Мауре Бьянке был бельгийским гонщиком, выступавшим в младших сериях. Тричто становился победителем в классе GT. Брат Мау Люсьен принял участие в 19 гаммрии в Фону-1 и набрал всего лишь 6 очков. Он выиграл известную гонку 24 часа Лимана в 1968 году, а в 1969 погиб во время тестов перед этой гонкой и передает Эрспорт. Тем временем стартовал чемпионат России по футболу Премьер Лиги. В Москве на стадионе открытия арены сегодня встретили Спартак и Уфа. Первый гол в сезоне забил нападающий гостей Харис Ханджич на 12 минуте. Отыграться красно-белые в первом официальном матче под руководством Дмитрия Оренчева смогли лишь благодаря Сердару Таске. Вскоре с поля за неприличный жест был удален игрок Уфы Эммануэля Фримпонг. Ему грозит дисквалификация до четырех матчей. Вскоре кости вышли вперед во втором тайме. Поразил ворот Спартака Дмитрий Стоцкий. Хозяева смогли уйти от поражения. Зе Луиш, вышедший на замену, сравнял счет на 79 минуте. Два-два. Господи, что за фамилия? Президент Уефа Мишель Платтини решил баллотироваться на пост главы ФИФА. Как предывает ТАСС, его готовы поддержать четыре из шести футбольных конфедераций. Это делает Платтини фаборитом на выбор главы ФИФА. Если он возглавит ФИФА, то для Уефа станет Вольфганд Ниггсбах, президент немецкого футбольного союза. Я напомню, что Иосиф Платтини ушел с поста после конкурпационного скандала с задержанием нескольких высокопоставных функционеров футбольной организации. Решение уйти в отставку Платтини принял всего лишь через несколько дней после того, как он был переизбан. Через два дня исполком ФИФА должен отходить до турбов. По некоторым данным, она пройдет в середине декабря этого года или в январе следующего года. Нападающий «Зенита» Александр Киржаков рассказал о своем будущем. По его словам, «Зенит» предложил ему работу в структуре клуба. Цитата. «Я подтверждаю разговор с Виталием Леонтьевичем Мутко. Мне действительно тяжело себя представить сейчас в футболке другого клуба. Спасибо «Коросту Зенита», оно прекрасно понимает мою ситуацию. Мне предложили остаться в клубе, начать работать, получить недостающий опыт в ведущих клубах и Академии мира, чтобы впоследствии можно было его использовать в «Зените» и в российском футболе в целом». Цитирует Киржаков от ТАС. Что касается предложения Виталия Леонтьевича, конечно, это очень интересное предложение. «При тем, как принять его, я буду советоваться «Зенитом».» Конец цитата. Напомню, что министр спорта Виталий Мутко заявил, что если Киржаков не останется в «Зените», он может завершить карьеру футболиста с сотрудником Российского футбольного союза. Действующий контакт 32-летнего Киржакова с «Зенитом» рассчитан в лето следующего года. В прошедшем сезоне он провел за «Зенит» 19 матчей и забил 3 мяча. Киржаков – форвард «Зенита» национальной сборной России, заслуженный мастер спорта России 2007 года. Лучший бомбардир в истории российского футбола – 224 гола. Лучший бомбардир в истории «Зенита» – 161 гол и сборной России – 30 голов. Третье место в списке клуба Григория Федотова. Всего провел за «Зенит» 368 матчей и забил у них 160 мячей. На этом все. Извините, если что не так. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...